Аллаху 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 Аллах Захотите ли вы это сделать? Если я добавлю к этому, что вы не найдете ничего равному этому чуду, ничего подобного ему, ни по смыслу, ни по красоте звучания, ни по грамматике. Наверное, уже многие догадались, что речь идет о книге. И что же такого особенного в этой книге? В чем ее отличие от других миллиардов книг? Давайте посмотрим. Эта книга – самая читаемая книга на нашей планете. Сотни миллионов людей из более чем 200 стран мира читают ее минимум 5 раз в день. Это будет продолжаться на протяжении всей их жизни. Удивительно, не правда ли? И что более удивительно, это то, что все эти сотни миллионов людей из разных точек планеты читают не переводы этой книги на их языки, а читают ее на языки оригинала этой книги. Вы можете сказать, что это невозможно? Если я вам скажу, что эту книгу знают наизусть около 10 миллионов людей. 10 миллионов людей, также из разных стран. И что более удивительно, это то, что большинство из них не знает языка этой книги. Вы только задумайтесь выучить книгу из 114 глав, из более чем 6 тысяч стихов, на 600 страницах наизусть. И при этом она написана на чужом вам языке. Попробуйте взять одну страницу французской газеты и выучить ее наизусть. Во-первых, у вас идет огромное количество времени, а во-вторых, у вас сразу же отпадет желание. Но что же такого магического в этой книге, которую заучивают миллионы? Разве эта книга не чудо? А теперь давайте посмотрим на чудо в чуде. Около полторы тысячи лет назад, когда все люди считали, что Земля плоская и что Солнце вращается вокруг нее. Эта книга рассказала всему человечеству о научных фактах в океанологии, во Вселенной, в медицине, физике, химии, анатомии. Более чем за тысячу лет до открытия этих фактов самим человеком. Просто невероятно, правда, на руках пальцев не хватит, сколько Нобелевских премий должен был получить автор этой книги за 1300 лет до рождения самого основателя этой премии, Альфреда Нобеля. У многих в голове, наверное, созревает вполне здоровый вопрос. Кто же он? Тот поэт, тот гений, тот ученый, который открыл миру эту великую книгу. Он, наверное, перечитал тысячи и тысячи книг. Сейчас я скажу вам то, что потрясло лично меня больше всего, что я вам до этого перечислял. Это простой, неграмотный человек, не умеющий ни писать, ни читать. Вы можете себе представить человек, не прочитавший ни одной страницы книги за свою жизнь? Человек, который даже не мог распознать своего имени в предложении, а стал писанием, равного которому не было, нет и никогда не будет. Многие, наверное, уже поняли, что речь идет о Священном Куране. От того человека зовут Мухаммад. Да, богословит его Аллах и приветствует. Его имя Мухаммад, салаллаху алейхи вассалям, заключительный пророк и посланник, самый величайший и самый недооцененный человек, нога которого ступала по нашей планете. Давайте вернемся к Писанию, чудеса которого еще не закончились. Если мы одновременно удалим все, что есть в электронном виде и сожжем все экземпляры печатного вида, то ведь это всего лишь бумага и чернила. Само откровение никогда не исчезнет. Мы сможем в любой момент взять по одному человеку из разных стран, выучившему весь Коран, посадить их вместе и в течение суток, начиная с первых слов. Они соберут Коран воедино. Он под защитой того, кто сказал Воистину, мы не спослали напоминание, и мы оберегаем его. Это слова Всевышнего Аллаха, Создателя Творца Небесной Земли, того, кто послал всех пророков и посланников, которым было внешено, что нет Божества, нет никого и ничего достойного поклонения, кроме единого и единственного Творца, того, кто нас создал и к кому мы все вернемся, который послал заключительного пророка с истиной и не спасал ему свое слово, в котором он сказал Это писание, в котором, нет сомнения, является верным руководством для богобоязненных В большинстве книг еще в самом предисловии можно увидеть оправдание, что не хватило времени доработать эту книгу, или что это уже третье исправленное издание, но Аллах говорит, что в правдивости и достоверности этого писания нет никаких сомнений. Далее он обращается к людям Если же вы сомневаетесь в том, что мы не спослали нашему рабу, то сочините одну подобную суру и призовите своих свидетелей помимо Аллаха, если вы говорите правду. Если же вы этого не сделаете, а ведь вы никогда этого не сделаете, то побойтесь огня, растопкой которого являются люди и камни, он уготован неверующим. Всевышний Аллах сделал вызов всему человечеству, предложив для опровержения того, что Коран – это слово Создателя, сочнить всего лишь одну главу, подобную Кораничеству. Самое удивительное, что последние главы в Коране всего лишь 3-4 предложения. То есть людям было бы достаточно придумать 3 предложения со смыслом, звучанием и грамматикой, как Коране, и они бы опровергли веру полтора миллиарда людей. Но за все это время ни один человек не смог сочинить подобного тому, что было не способно неграмотному пророку, потому что это слова Создателя, а не слова Созданных. Неужели они не задумываются над Кораном? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы в нем много противоречий. Ложь не подберется к нему ни спереди, ни сзади. Оно не спослано от мудрого до стахвального. Из заключения хотел бы прочитать вам последний аят, где Всевышний Аллах говорит, это послание к человечеству, пусть их увещевают им, и пусть они знают, что Он единственный Бог, и пусть задумаются обладающие разумом. Первую часть этого аята, пусть их увещевают им, я, иншаллах, надеюсь, что исполнил. А последнюю часть, и пусть задумаются обладающие разумом. Это остается за вами. Я также надеюсь, что вы это исполните. Я призываю вас купить, попросить, одолжить, сделать все, что в ваших силах, но все-таки прочитать от начала и до конца это заключительное Божье послание. Но какие у вас основания говорить о божественности откровений Мухаммада? Если детально вчитаться в Коран, то нельзя не заметить, что он содержит настолько глубокие мысли, что поверить в их земное происхождение в VII веке просто невозможно, тем более, что озвучивались они безграмотным человеком. Но почему такое толкование Корана отсутствует в нашем обществе? Для этого придуманы многочисленные схемы блокирования истинного понимания Корана для русскоязычного читателя.